Мы продолжаем телевизионный курс синтаксис и стилистика русского языка и сегодня мы продолжаем разговор о сложном предложении. На очереди сложно подчиненные предложения. Напомню, в прошлый раз мы обсудили бессоюзные сложные предложения и начали обсуждать союзные, а именно поговорили о сложно сочиненных предложениях. Прежде всего определим предмет сегодняшнего разговора. Сложно подчиненные предложения это такое союзное предложение, у которого части неравноправны. То есть, одна часть зависит от другой. Неравноправие частей устанавливается и по смыслу, и с помощью подчинительного союза. Соответственно, неравноправие частей реализуются в разных типах отношений. Отношения могут быть определительными или, выражаясь иноязычным термином, атрибутивными. Отношения могут быть известнительными или объектными. Иногда говорится вместе известнительно-объектными. Ну и, наконец, могут быть разные типы обстоятельственных отношений. Нужно сказать, что помимо отношений, сложно подчиненные предложения можно классифицировать еще и по типу структуре. У сложного подчиненного предложения довольно много различных структурных компонентов помимо союза. Это и опорное слово, и указательное слово, так называемый кредит, которые позволяют проводить классификацию сложного подчиненного предложения. Кроме того, у сложного подчиненного предложения можно выделить такие признаки, как фиксированный и нефиксированный порядок следований частей. Нужно также обратить внимание на то, что используется в качестве союзного средства, союза или союзного слова. Все это играет роль при определении типа сложного подчиненного предложения, при определении отношений, то есть грамматического значения сложного подчиненного предложения. Ну, и еще раз вспомним, что формальным показателем неравноправия сложного подчиненного предложения служит подчинительный союз или союзное слово, которое мы называем общим выражением союзное средство. То есть, если я говорю союзное средство, то имеется в виду либо подчинительный союз, либо союзное слово, неважно, что из этих двух явлений. Ну, что такое союз, мы говорили уже в курсе морфологии, а вот что такое союзное слово, требуется сказать сейчас. Союзное слово – это такое местоимение, которое выполняет в сложном предложении функцию союза, а в простом предложении выполняет функцию какого-либо члена предложения в своей части. То есть, вот оно выполняет две функции сразу. И функцию союза берет на себя, то есть, союзное средство. Союзом оно стать не может. И функцию берет для себя какого-либо члена предложения, вплоть до подлежащего. Как отличить союзное слово? Мы поговорим чуть-чуть позднее. Ну, скажу только, что союзное слово склоняется, можно просто, у него можно поставить логическое ударение. Это все явные признаки того, что перед нами местоимение. Нужно сказать, что сложное предложение может состоять из двух частей, может состоять из нескольких частей. Но, в любом случае, две части, связанные по чинительной связи, связаны довольно тесно. Подложили цепы под колеса вместо тормозов, чтобы они не раскатывались. Взяли лошадей под узцы и начали спускаться. Вот, в нашем случае, в сложном предложении всего две части. Вторая часть находится внутри главной. Вторая часть предаточная, чтобы они не раскатывались. В данном случае, часть присоединена союзом. Первая же часть прервана. Если бы даже вот эта вот связка первой и второй части стояла в каком-то большем образовании, где были бы другие части, присоединенные к бессоюзной связи, к сочинительной связи, то эта связь теснее. Части, связанные по чинительной связи, образуют некоторые локальные единства внутри сложного предложения. Сложно-починенные предложения могут иметь расширенную структуру, если каждая из частей может быть отдельно высказыванной. И могут иметь также структуру нерасширенную, когда высказыванием являются только две части вместе. Ну, например, когда взошло солнце, запели птицы. В данном предложении запели птицы может быть отдельно высказыванной, взошло солнце тоже может быть отдельно высказыванной. Ну, если, конечно, он бросит подчинить ему союзные средства, в союз когда? Или мы поехали той дороге, которая была нам хорошо известна. В данном предложении совершенно нельзя изолированно употребить ту или иную часть, поскольку, которая была нам хорошо известна, содержит подлежащее выраженное мистерменем которое, а это мистермене является и союзным средством, и с него нельзя начать предложение, нельзя сказать, которая была нам хорошо известна. Ну, а если мы говорим той дорогой, то наличие указательного стремления, то уже заставляет нас обратить свой взгляд дальше, искать вторую часть. То есть, на первой части остановиться нельзя. Вот такая структура будет являться нерасширененной. Рассмотрим по отдельности сложное предложение расширененной структуры и сложное предложение нерасширененной структуры. Начнем с нерасширененной. Но прежде всего, что нужно сказать? Что для анализа сложного предложения, для определения типа отношения между частями, обязательно следует, обязательно следует учитывать тип структуры. И прежде чем начинать искать союз, союзное слово, опорное слово, что-то там еще другое, обязательно требуется определить, расширененная или нерасширененная структура. Сделать это очень просто. Нужно попробовать сказать одну часть по отдельности и другую по отдельности. Если получается, структура нерасширененная. Если не получается, соответственно, нерасширененная. И разделив все сложные предложения на расширененную структуру и нерасширенную, мы уже в значительной степени облегчили себе задачу. Конечно, это не школьная традиция. Мы в данном случае опираемся на традицию академическую, на преподавание вузов. И даже не во всяком вузе преподают именно по такой системе. Иногда они различают расчлененные и не расчлененные структуры. С одной стороны, это сложно. С другой стороны, все те сложности, о которых сейчас пойдет речь, все эти признаки не расчлененных структур, они позволяют определить тип непротиворечиво и, я бы сказал, просто. Просто не в том смысле, что простое рассуждение будет. Рассуждение как раз будет сложно. Просто в том смысле, что это рассуждение однозначно и строится без сомнения, но если, естественно, материал хорошо известен, если известно, о чем идет речь. Поэтому я призываю вас сейчас, уважаемые телезрители, с большим вниманием отнестись к признакам не расчлененных структур, к их структурным единицам, о которых сейчас пойдет речь, чтобы уметь различить сразу расчленную структуру и не расчленную. И определять тип внутри каждой группы по отдельности, что значительно проще, чем определять его вообще, как делается в школе. Но справедливости ради надо сказать, что если тип определяется по школьной системе, то там несколько грубых допущений сделано, поправок. Некоторые разные типы оказываются в одной группе, наоборот, одинаково могут оказаться в разных группах. Причем страдает анализ по значению. Собственно, мы всегда стремимся к чему? Правильно определить значение единицы, потому что язык служит для передачи информации, а информация передается адекватно, если только единица в своем значении употребляется. Поэтому все-таки я обращаюсь к академической системе сейчас. И несмотря на ее некоторую большую сложность, считаю его более уместной в рамках нашего курса. Итак, в не расчлененных структурах одну из важнейших ролей выполняет опорное слово. Это такое слово в главной части, от которого непосредственно зависит предаточная часть не расчлененных структур. Он рассказал нам о том, что мы их без него уже сами знали. В данном предложении две части. Первая часть имеет основу «Он рассказал», вторая «Мы знали». И в первой части есть опорное слово «Рассказал». От этого слова мы ставим вопрос, ну, во всяком случае, при школьном анализе, ставим вопрос к предаточной части. Рассказал о чем? О том, о чем мы уже сами знали. И, собственно, это слово и определяется предаточной частью. Точнее, предаточную часть в данном случае называют «Объект», который соответствует действию «Рассказал». Так как этот объект в главной части не назван, а лишь есть указание на то, что этот объект существует. Движемся дальше. А еще он спрашивал, поскольку у них картошки к обеду варят. Опять же, опорное слово «Спрашивал». И от него встал вопрос «Спрашивал о чем?». Это самое слово и служит поводом для введения второй части. Поскольку вторая часть указывает непосредственно на объект действия «Спрашиваю». Коррелят. Еще один структурно необходимый компонент для членной структуры сложного подчленного предложения. Коррелят – это указательное местоимение. Иногда вместо слова «коррелят» употребляют термин «указательное слово» вполне корректное, которое также можно употреблять, но коррелят употребляется чаще, и поэтому я буду его использовать. Итак, это указательное местоимение в главной части сложного предложения, которое выполняет функцию, которая выполняла бы одно слово, если бы оно могло выразить смысл всего предапшения. Еще раз подумаем о том, что такое коррелят. Это указательное местоимение, которое ничего не называет, оно только указывает, но выполняет в структуре главной части определенную функцию. Ну, например, дополнение, определение. При этом лексического-то значения у него нет, по сути, есть только указания. А лексическое значение выражено всей главной частью. Таким образом, мы показываем, что вот здесь, где стоит этот коррелят, могло бы стоять слово, если было такое слово, которое выразило бы все значение придачного предложения сразу, одновременно. Ну, и для того, чтобы еще подробнее пояснить, что такое перелад, попробую использовать образ. Все современные люди видели карты. Карты автомобильных дорог, да и, впрочем, и другие карты, очень часто бывают с выносками. Что такое выноска? На карте мелкого масштаба выделяется в круг, ну, большой какой-то объект, мост с развязками или город. А рядом, соответственно, уже в большем масштабе, этот самый объект изображен подробно. Приблизительно тоже получается сложным предложением. Главная часть – это как бы карта мелкого масштаба. Одно слово там не сказано, ну, не видно всей подробности значения. Ну, есть выноска, коррелят, которые указывают на то, что рядом есть нарисована подробно схема того, что должно было быть выражено этим словом, а именно предаточное предложение. Вот. Ну, теперь для пояснения осталось только привести еще пример. Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных. В данном предложении две части. В первой части – вновь я посетил тот уголок земли. Вторая часть – где я провел изгнанником два года незаметных. В первой части есть указательное местоимение «Тот». Это местоимение является коррелятом. Если бы можно было одним словом назвать то самое, где я провел изгнанником два года незаметных, ну, допустим, изгнаннические, да, какой-нибудь, или два года изгнаннические, вот попробую поиграть в языковые игры, составить одно слово, выражающийся на целое предложение, то мы поставили бы его просто на место коррелята. Вновь я провел два года изгнаннических горок земли. Ну, конечно, я тут, может быть, некорректно обращаюсь к поэзии, и это может вызвать протест, но, опять же, я в начале нашего курса говорил, что, чтобы проанализировать структуру предложения, приходится гармонию развить как труп подчас. Ничего здесь не поделаешь. Итак, еще раз, коррелят – это указательное местоимение. И самый главный признак, который позволяет это указательное местоимение найти, это, как ни странно, не очень научно звучит, это буква Т. То, такое, столько, туда, там, тому и так далее. Коррелят не обязательно есть в предложении. Однако есть его место. И если коррелята не было бы, вновь я посетил уголок земли, где я провел изгнанникам два года незаметных, можно было бы предположить, что его можно подставить. Ну, например, я шел по дороге, которую мы видели еще с горой. Здесь нет коррелята. Но можно подставить определение к слову «дороги». Я шел по той дороге, которую мы видели еще с горой. Ну, и, наконец, союзное слово. Союзное слово – это относительное местоимение, выполняющее функцию союзного средства в структуре всего сложного предложения. И функцию члена предложения в предаточной части. О чем я уже говорил в начале нашего разговора. У союзного основы есть ряд признаков. Во-первых, на него можно подставить логическое ударение. Он нам рассказал то, о чем мы не догадывались. Он нам рассказал то, о чем мы не догадывались. Или «пойди туда, не знаю куда». Здесь даже и нельзя не подставить логическое ударение на союзное средство. Нужно сказать также, что если союзное средство выразено местоимением прилагательным или местоимением существительным, то оно склоняется. Ну, например, вспомним уже приведенный пример. Я шел по дороге, которую мы видели еще с горы. Здесь слово «которую». Если бы мы захотели, нужно было бы изменить падеж. Я не мог найти дороги, о которой не было известно по наблюдениям с горы. При желании можно изменить структуру предаточной части. Так как в структуре предаточной части союзное слово выполняет роль какого-то члена предложения, если, соответственно, главное слово для этого члена предложения изменится, изменится и падеж. Изменится управление. Союзное слово склоняется. Это можно увидеть. Оно изменяется по родам. Я долго искал тот путь, который мы видели еще с горы. И так далее. Союз никакими перечисленными качествами не обладает. На него нельзя поставить логическую дару, он не изменяется по родам, не склоняется и так далее. Не является членом предложения. Ну, а теперь поговорим о том, зачем, собственно, все вот это знать. Что такое опорное слово, что такое союзное слово, что такое коррелят. Так вот, нужно сказать, что во всех расчлененных структурах употребляется только союз. В нерасшемленных структурах может быть как союзное слово, так и союз. И нужно сказать, что все нерасшемленные структуры между собой отличаются по взаимоотношениям опорного слова и коррелята. А как мы сейчас рассмотрим на примере каждого конкретного типа. Ну, вот, рассмотрим один общий пример. Мой езерский происходил от тех вождей, чей в древние веки парус дерзкий поработил другую морей. Вот здесь у нас союзное средство чей. Совершенно определенно, что это союзное слово, поскольку это местоимение в форме склоняемой чей, чьего, чьему, а чьем и так далее, чьего паруса дерзкого боялись повсюду и так далее. Нужно переиначить эту фразу. В этом предложении мы видим и коррелята опорного слова, опорное слово вождей, а коррелят перед ним стоит. Вот если коррелят стоит перед опорным словом, то будет один тип неочленной структуры. Если после опорного слова, то будет другой тип. Обратимся конкретно к типам. Типы предаточных неочленных структур. Пресубстантивно-атрибутивно-предаточные. Относятся они к опорному слову существительному. Это очень важная часть. Опорное слово существительное. И имеют коррелят перед опорным словом. Выражают они атрибутивное значение. Итак, по форме. Опорное слово существительное, коррелят перед ним. По значению, атрибутивное значение. По-русски это значение называется определительное. Это то же самое значение, которое выражается определением словосочетания. Как известно, определение словосочетания в русском языке в прямом порядке слов, То есть в обычном стоит до своего определенного слова. Мы скажем, моя Москва, а не Москва моя. Мы скажем, любимый город, а не город любимый. Ну и, соответственно, коррелят, которые выполняют функцию определения при опорном слове, в определительном предложении стоит перед опорным словом. А следовательно, мы можем считать, что отношения здесь определительные. Соответственно, предатель, что он называется в школе, именно определительный, а в науке называется присубстантивно-атрибутивно. Разберемся с этим термином. Присубстантивно. Субстантив это существительное. Значит, присубстантивно-присуществительно. Ну, раз опорное слово всегда существительное, это понятно. Атрибутивно-определительное. Ну, я думаю, что на этом комментарий к термину можно и закончить. Посмотрим пример. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть. Внизу мы видим схему этого предложения. Первая часть, это была та пучина. Мы видим указанное плюс к в квадратных скобках. Это значит, что коррелят имеется, и он в наличии, раз стоит плюс. Дальше стоит о-эс, это опорное слово, и написано существительное. Опорное слово существительное. А дальше в скобках стоит куда. Ну, по всей видимости, в данном случае, куда это союзное слово. Вот. По порядку следованные опорные условия коррелята. Сначала коррелят, потом опорные условия. Мы видим, что это придачно-присубстантивно-атрибутивно. Смотрим следующий пример. Был хмурый день, какие выдаются среди лета. В данном случае коррелят уже не выражен. И мы ставим минус к, но мы предполагаем, что он может быть. Был такой хмурый день, какие выдаются среди лет. То есть его можно подставить. Опорное слово существительное. И несмотря на отсутствие коррелята, мы чувствуем, где бы он мог появиться, и считаем, что порядок тот же самый. Коррелят потом опорное слово существительное. И считаем, что предложение, опять же, присубстантивно-атрибутивно. Можно в школе определить его. Изъяснительно-объектное предложение относится к опорному слову со значением речи, мысли, чувства, восприятия. И нужно сказать так же, что они имеют коррелят после опорного слова. Значение, которое выражают эти предложения, объектное. Ну, опять же, вспомним, что объектное предложение может выражаться в словосочетании. Выражается оно дополнением. И дополнение в русском языке обычно стоит после своего главного слова. А это значит, что коррелят, который выполняет функцию дополнения, тоже будет стоять после опорного слова. А дальше пойдет предательное предложение с объектным значением, такое же, как и дополнение. Посмотрим примеры. Я тайно знаю, чей двойник и ник к нему давно. В данном случае мы видим опорное слово «знаю». Ну, можно поставить вопрос «знаю», в общем. Видим союзное слово «чей». Коррелята мы не обнаруживаем. Мы можем подставить. Я тайно знаю то указательное мастер-мене, которое начинается с буквы «т». Как мы сказали, обязательно коррелят указательное мастер-мене. И, честно говоря, с буквы «т» начинается. В крайнем случае она будет вторая. Это. Я тайно знаю то, чей двойник приник к нему давно. Итак, мы чертим схему. Опорное слово со значением речи. Дальше минус коррелят. Что значит, что коррелята нет, но его можно подставить. Он подразумевается. И союзное слово «чей». Это пример изъяснительно-объектного предложения. Точнее, сложное предложение изъяснительно-объектно-придаточное. Ну и возьмем пример с выраженным коррелятом. И правда то, что в наше лето довольно скучен высший тон. В данном предложении опорное слово «правда». Опять же, со значением речи. Ну или со значением идеального представления, мысли. Но все равно с каким-то значением психической деятельности. И плюс коррелят имеется. Коррелят то. Союзное средство в этом предложении что? Оно указано в круглых скобках. Опять же, по порядку следования коррелят и опорного слоя. Сначала опорное слово, потом коррелят. Это предложение изъяснительно-объектно. Обратимся к следующему типу. Сравнительно-объектное предложение. Относится к опорному слову в сравнительной степени. Вот у нас не очень последовательная характеристика, но она правильная. Получается, как будто нелогично. В огороде бузиновки и ведетки. Сначала было существительное, то есть характеристика морфологическая. Потом со значением речи, то есть характеристика лексическая. А теперь, опять же, морфологическое в степени сравнения. Но не по части речи, а по форме по отдельному. Это не противоречие для синтаксиса. Мы обращаем внимание именно на то, что слово в сравнительной степени. Нужно сказать, кстати, что существительное в сравнительной степени быть не может, и поэтому как раз пример взаимоисключающий. Эта система работает. Итак, сравнительно-объектное предательное относится к опорному слову в сравнительной степени. Не имеют коррелята. И выражают сравнительное значение с помощью союзного слова чем. Итак, коррелят здесь невозможен. А это значит, что никакому словосочетанию данные те предаточных предложения не сопоставлены. То есть, такое отношение внутри простого предложения вообще никак нельзя выразить. Вот такое вот сравнительно-объектное. Ну и значение, соответственно, будет значение сравнения двух объектов. Приведем к примеру. Вера меня любит больше, чем княжна Мэра будет любить когда-нибудь. Опорное слово в данном случае больше. Нельзя подставить ни то, ни так, ни там, ни такой. Ни до опорного слова больше, ни просто. Значит, коррелята нет. Зато есть союзное слово чем. Из чего мы делаем вывод, что перед нами сравнительно-объектная конструкция. Сложность подчиненного предложения для сочиненной структуры с предаточным сравнительно-объектным. Сравниваются два предмета. Вот такое значение. Следующий тип. Проношу изменения еще один пример. Бедный доктор. Он был бледнее, чем Грушницкий 10 минут назад. Ну, та же самая картина. Сравнительная степень бледнее. Никакой коррелят никуда подставить нельзя. Никакой ни тем, ни туда. И союзное следство чем. Опять же, сравнительно-объектная предаточная. А теперь все-таки следующий тип. Местоименно-соотносительные предаточные. Они относятся к опорному слову, которое одновременно является и коррелятом. Или можно сказать так, что они имеют коррелят, которые одновременно являются опорным словом. И выражаются поставительные значения с помощью союзного слова. Нужно обратить внимание, что вместоименно-соотносительных предаточных в союзе не употребляются только в союзные слова. Опять же, дополнительные средства определения типа предаточная. Посмотрим на пример. Чем светлее ему представлялась судьба князя Андрея, тем мрачнее представлялась своя собственная. Ну вот, очень похоже на предыдущие конструкции. И чем здесь есть, и сравнительная степень здесь есть. Но мы должны обратить внимание, что сравнительных степеней здесь две. Светлее и мрачнее. И что вместе с тем, что тут наблюдается союзное средство чем, тут наблюдается еще и коррелят тем, которые одновременно являются опорным словом. То есть тем словом, которое определено в предаточном, и тем, от которого настал вопрос. Своя собственная судьба представлялась мрачнее в какой степени, чем светлее ему представлялась судьба князя Андрея. Ну, в общем-то, по строгой академической методике вопрос вместо именно соотносительно в предаточном ставить не стоит. А стоит ориентироваться именно на то, что, собственно, опорное слово и коррелят совпали. И, соответственно, строится и схема этого предложения. Мы выносим в схему опорное слово и ставим знак равного между опорным словом и коррелятом. Значит, коррелят всегда будет, от него никуда не денешься. И вместе с тем опорное слово никогда не будет отличаться от коррелята. И, наконец, последний тип предаточных. Это предаточные местоименно-союзные. Местоименно-союзные предаточные относятся к опорному слову, являющемуся коррелятом. И выражают значение интенсивности с помощью союза. В общем, здесь картина приблизительно такая же, как и в местоименно-соотносительных. Одна только маленькая разница. В качестве союзного средства употребляется союз. Так почему же их вынесли в один тип? Если присубстантивно-атрибутивно и с союзом, и с союзным словом отнесли в один тип и так далее, почему здесь разделяют? Потому что значения у них различаются. В данном случае значение будет не сопоставление, а интенсивности проявления. Вернемся к предыдущему типу, посмотрим еще два примера и оценим, что вместоименно-соотносительной конструкции значение было именно сопоставление, сравнение. Каков я прежде был, таков и ныне я. Здесь используются союзные средства каков. Это совершенно явное местоимение, потому что оно имеет краткую форму, а союз краткую форму не может иметь. Имеет рот, я каков, а может быть какова какова. И, соответственно, и значение тут этой конструкции сопоставление. Каков, таков. Посмотрим еще на одну конструкцию, где значение так же сопоставление и так же союзное средство местоимения, союзное слово. Баринов-Толстон как раз столько, сколько нужно для холопов. Мы видим союзное средство сколько. Это союзное средство местоимения, то есть союзное слово. И мы видим сопоставление. Сколько столько. Сравниваются две ничины. Сколько нужно и сколько есть в толстом. Тогда как в местоименно-союзном, предаточном, мы не увидим никакого сопоставления. А мы увидим, еще раз обращаю ваше внимание, уважаемые телезрители, значение интенсивности. Обратимся к примеру. Нескоршенная луга так душистая, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. Здесь нет двух объектов сравнения. Здесь есть, ну скорее даже, причины и следствия. Но следствие употреблено не, собственно, для того, чтобы обозначить следствие, а для того, чтобы характеризовать интенсивность проявления причины. То есть вот настолько душистая, что голова кружится и тяжелеет. И, собственно, важно не то, что голова кружится и тяжелеет, а важно то, что через это характеризовано, насколько душистая луга. Кусок осеннего неба за окном был таким синим, будто снаружи еще сияло лето. Ну, опять же, мы говорим, что вторая часть, будто снаружи еще сияло лето, употреблено для того, чтобы сравнить, хотя там союз был, то употреблено в сравнительных конструкциях, а употреблено для того, чтобы характеризовать, насколько синим было небо за окном, чтобы обозначить крайнюю степень проявления вот этого качества, был таким синим. Ну и опять же, нужно обратиться к схеме. В схеме никаких отличий не будет с мостоименно-соотносительным придачным. Опять же, опорное слово равно коррелету. И дальше, союзное средство будто в скобках. Единственное отличие – это то, что будто является союзом, а мостоименно-соотносительным обязательно было союзное слово. Ну вот на этом характеристика нерасчлененных структур и закончена. И я надеюсь, что эта характеристика была понятной, поскольку это наиболее сложная часть сегодняшнего разговора, а осталась нам характеристика структур расчлененных, которые намного меньше труда требуют, так как меньше несут в себе структурных признаков, меньше имеют типичных особенностей. Итак, расчлененные структуры бывают разных типов, и большинство из этих типов определяется по союзам или соотносятся с определенными союзами. Союзы употребляются временные, когда, пока. Причинные от того, что так, как ибо и другие, потому что вследствие того, что... Вследствие так, что условные, если, ежели, коли, кабы, вот замечательные, повторяющие союзы, уступительные, хотя, несмотря на то, что есть еще и пусть-пускай, целевые, чтобы, дабы, сравнительные, как, словно, точно, будто, нужно сказать, что все расчлененные структуры характеризованы именно союзом. Во-первых, потому что кроме союза в расчлененных структурах никакие другие союзные средства не используются, то есть местоимения там не могут быть. Во-вторых, нужно сказать, что союзы расчлененных структур довольно строго выражают значения, и мало есть случаев, когда союзы многозначны, но есть все-таки, например, союз, когда он может выражать и условные значения, и уступительные значения. Ну, искусственный типовой пример, когда зашло солнце, запели птицы, тут значение времени, может быть и условные значения. Когда бы могла поднять тырыл, это типо видела, что эти желуди нам не растут. То есть здесь речь идет не о времени, когда бы свинья рыла могла поднять, а именно об месте, простите, а именно об условии, что вот если бы она могла поднять рыбу. Вот, собственно говоря, и все, немного примеров многозначности есть среди союзов, которые употребляются в расчлененных структурах. В основном союзы именно однозначные, что и позволяет нам просто определить тип предаточного предложения, если, разумеется, мы знаем значение союзов. Итак, перейдем к характеристике отдельных типов предаточных предложений и расчлененных структур. Прежде всего поговорим о предаточных предложениях времени. Ну, мы уже сказали, какие союзы употребляются. Эти предложения выражают отношение одновременности, отношение совпадения, то есть во времени, когда события, изображенные в первой части, и во второй части, совпали. Иногда они выражают отношение достижения точки во времени с союзом пока, или там до тех пор пока. Иногда они выражают отношение точки отсчета, с тех пор как. Иногда эти союзы могут выражать значение не только одновременности, но и быстрой смены, быстрого наступления, как только. Рассмотрим пример. «Пока молоды, сильней, бодры, не уставайте, делай добро». Вот замечательная фраза Антона Павловича Чехова, хотя я уже не отвлекаюсь, собственно, на описание источников, но тут не могу не заметить, что это именно Чехов сказал. замечательная по своей силе, по силе своего гомонизма фраза. Но мы рассмотрим не содержательную часть, а формальную структуру. Союз пока выражает отношение предельного совпадения во времени. То есть совпадает, но это будет ограничено. Первая часть, «пока молоды, сильны, бодры, предаточны», поскольку в этой части стоит союз, та часть, которая стоит подчинительным союзным средствам, всегда предаточна. А не уставайте делать добро, это часть главная. Кстати, эта фраза интересна еще и тем, что здесь нет подлежащих. Во второй части оно могло бы быть, вы не уставаете, но оно совершенно не требуется, поскольку выражена форме глагола вы не уставаете. И нужно сказать, что в первой части подлежащие также опущено. Если вторая определенная личная, там подлежащие не требуется, то в первой по контексту пропущено. Молоды, сильны, бодры. Движемся дальше. Сопоставительные, предаточные выражают отношения сопоставлению. Одна часть сравнивается, другую, сравнивается по признакам. Это промежуточный тип, есть сопоставительные отношения и в сложносочиненных предложениях. Посмотрим на пример. Слово страсть заключает в себе понятие более чувственное, тогда как слово пафос понятие более нравственное. Ну и мы увидим, каким союзом вводится сопоставительное предаточное тогда как. Предаточные условия. Эти предаточные обозначают как следует из названия условия, то есть в подчиненной части содержится некоторый факт, без которого невозможно было бы или с которым возможно будет то, что описано в главной части. Ну и опять же посмотрим на пример. Плох базар, коли хлеба купить не на что. Замечательная подаворка, с ехипцией так заметил русский народ про небогатого человека, что базар он и плох, а на самом деле плох, потому что в кошельке денег нет, так вот союз с Колей в данном случае выражает отношение условия именно «коли хлеба купить не на что». Предаточная часть. То есть по всей видимости характеризован-то не базар, а человек, но формально получается, что характеризован базар и данное условие этой характеристики, то есть он плох, коли хлеба купить не на что. Следующий тип «предаточная причинная». Ну, здесь все понятно. «Предаточная» обозначает причину, то есть тот факт, который послужил непосредственно источником последующего факта, изображенного уже в главной части. Посмотрим, например, «в городе Павел не видел звезд, потому что мешали фонари». «Предаточная часть», «потому что мешали фонари», указывает на факт, который является определяющим для того факта, что Павел не видел звезд. «Предаточные», «следственные», они прям противоположным причинам, долго говорить не будем, просто как бы части меняются местами в своих отношениях. Павлин «павлин», именно так, уронил хлеб в воду, так что нам предстояло лечь с голодным желудком. «Предаточные», «целевые», они указывают на цель того действия, которое совершается в главной части. Например, «чтобы волосы не падали на лицо», Никита подвязал их веткой березы. «Чтобы волосы не падали на лицо», «предаточная часть», она указывает на цель того, зачем Никита подвязал их веткой березы. «Предаточные», «уступительные», они указывают на факт, вопреки которому происходит то, что в главной части указано. Ну, например, «Тихон Петрович сидел на палубе, хотя на воде было холодно». То есть вот то, что на воде было холодно, должно было бы помешать Тихону Петровичу, но не помешало. Ну, наконец, «предаточные» сравнительные. Наступило прохладное лето, словно новая жизнь началась. Сравниваются два факта. Водз, такие «предаточные» обычно союзами «словно», «будто», «как» и тому подобными. Не следует путать тексты сравнительно объектными, где была совершенно определенная конструкция с союзом «чем» и с сравнительной степенью. Здесь всего этого нет, прошу заметить. Это две совершенно разные конструкции с разными значениями. Ну, вот на этом материал сегодняшней лекции с чертом. Мы поговорили сегодня полно о сложном подчиненном предложении, и я надеюсь, что информация, преподнесенная сегодня вам, уважаемые телезрители, была изложена достаточно понятна. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok